На автовазе знаковое событие. Спустя полтора года после остановки первая нитка главного конвейера вновь ожила. С конвейера сошел первый автомобиль пилотной серии РФ-90. На этой линии, модернизированной для реализации совместных проектов автоваза и альянса Рено-Ниссан, сегодня новый автомобиль. Это Р-90. Он был собран точно по графику в течение недели. Особых трудностей при его сборке не возникало. Но поскольку этот автомобиль для автоваза принципиально новый, то и в работе было то, что можно назвать новым отношением к самому процессу. Это принципиально другой автомобиль, конечно, он отличается. Поэтому даже люди, которые с главного конвейера перешли к нам работать на наш проект, им тоже приходилось учиться и учиться и технологии сборки, и вообще всей системе, которая предполагает быть у нас на этом проекте. Качество в центре внимания. Автомобиль Р-90 собран по системе Альянс Продакшн Вэй. Эта производственная технология применяется на заводах Рено и Ниссан и считается в мире наиболее прогрессивной. На автовазе данный метод был использован впервые. Сборка или любая операция производится по технологии, которую пишут не технологи, а мастер, который на своем опыте сначала работает, затем методы передает рабочему, и под его контролем производится сборка автомобиля или сварка, допустим, узлов. Сейчас большая возможность творчества и поиска каких-то более прогрессивных решений. После выхода с конвейера пилотный автомобиль Р-90 будет направлен в научно-технический центр автоваза для последующих испытаний. Именно этот автомобиль, как и четыре последующих автомобиля из партии Пилот-1, предназначены для сертификационных испытаний. Они будут проводиться нашими специалистами и будет положен сертификат соответствия, и после этого мы сможем собирать эти автомобили и, соответственно, продавать. Белла Дворкинт, Александр Туровский, Служба информации, ВАЗ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова